Друзья, всем привет! Это превью к матчам 1-8 финала на Мастерси в Риме. Поставьте, пожалуйста, лайк для начала и подпишитесь на канал. Ну а мы начинаем, собственно, то самое превью. Решающие матчи уже потихонечку наступают в Риме, чему я несказанно рад. Было немало интересных результатов в третьем круге. Обо всем давайте поговорим по порядку. Табила Хачанов. Здесь без сюрпризов Табила прошел Джоковича, отдал ему 5 геймов. Потрясающий теннис показал Табила. Возможно, лучший теннис в своей жизни, но нужно быть объективным. Джокович просто не играл в теннис, не было никакого желания. Самое быстрое, по-моему, поражение на грунте в карьере для Ноака. В общем, была полная печаль и, собственно, такой символичный матчбол получился. И Джокович подал двойную, причем двойную, ну просто ужаснейшую. В итоге Табила Хачанов. Очень сложно, если честно, прогнозировать этот матч, в особенности учитывая котировки. Логика моя может заключаться в том, что после такого матча Табила может перегореть. Играет-то прекрасно, действительно. Нельзя сказать, что он устал. Он точно не устал. Сыграл только два поединка, оба двухсетовые. То есть здесь ловить победу Хачанова, на мой взгляд, не то чтобы не очень выгодно, но не так много аргументов за это, кроме того, что Хачанов показывает отличный теннис. И меня удивляет то, что Карен так до Ролангарос уже, да, выступает. Что же будет на РГ, если он действительно в Риме уже в 1-8, в Монте-Карло обыграл Медведева, в Норангарос. Ну тут получается как минимум четвертьфинал. Опять-таки все зависит от сетки, ну многое зависит от сетки, но ждем-ждем в Париже от Хачанова хорошую игру. Итак, что мы имеем? Мы имеем 1-47-1-5 примерно коэффициент на Хачанова, низковатый для игры. Верить в апсет Табила, ну в принципе можно и, наверное, разумно. Если честно, я бы повторю, здесь давал что-то около равное, учитывая теннис обоих игроков. Личка 1-0, ну это даже бессмысленно учитывать, Хертогенбош 22-го года. Ну давайте, учитывая в целом, единственный аргумент за Карена, ну такой адекватный, объективный аргумент, это то, что Табила может перегореть после вот такой сенсационной победы, ну сенсационной в кавычках, да, для многих, победы над Нооком. В остальном, ну по игре, как-то мне сложно сказать, что вот Хачанов сейчас прям намного лучше. Оба очень хороши и, исходя из такого, ну коэффициент я бы давал повыше. Поэтому, ну пусть мой выбор будет апсет, а очередная победа Табила за там коэффициент 2-91. Повторюсь, если бы у него были тяжелые матчи, да, и плюс побед над Джоковичем, то я бы, конечно, здесь в него верил меньше. А так, получается, две двухсетовые победы, в принципе, как и у Карена, да, и получается, оба свежие, оба в хорошей форме. Ну почему бы здесь не сыграть от такого андердога, тем более существенного андердога. Джан Джи Джейн Монтеера здесь вообще, на мой взгляд, это примерно как определять победителя в матче Монтеера Китсманович. Там я сказал, что, ну, Монтеера, да, под дулом пистолета, но по факту матч, скорее всего, будет непростой. И в итоге так и получилось, тайбрейк третьего сета Монтеера забрал со счетом 8-6. Что Джан Джи Джейн, что Монтеера на этом турнире играет блестяще, но разница лишь только в том, что Монтеера и до этого турнира, да, уже в Мадриде выстрелил и сыграл потрясающе. А Джан Джи Джейн взял, хотел сказать, небольшую, большую паузу, да, в этом сезоне он практически не играл хорошо. Но на этом турнире просто потрясающе выступает, особенно победа над Шелтоном, теннис просто идеальный он показал. И мне кажется, в этом матче обязана просто быть борьба. Оба такие ТБшные персонажи с не самым лучшим приемом, с отсутствием стабильности по ходу поединков, поэтому я здесь нет личик, но я думаю, что здесь действительно матч будет боевой. Мой выбор 22,5 больше. По исходу, нет, нет, ребята, это очень сложно. Зверев-Борхес, ну, у Зверева две относительно простые победы. С Дардери сыграл тайбрейк, но дальше уже итальянца переиграл с двумя брейками во втором сете. У Борхеса все намного сложнее, у него 3 часа 40 минут против Мартинеса, у него победа над Бубликом, такая дефолтная победа на грунте, да, против Бублика. Ну и очередные там 3 часа и 2 тайбрейка против Пасара, 4-6-7-6-7-6. Плюс за Борхеса то, что у него был день отдыха, минус за Борхеса то, что Зверев находится в хорошем состоянии, здесь играет, любит и умеет. И кажется, если уж с Дарадери, да, у которого подача, наверное, все-таки получше, чем у Борхеса. Плюс он итальянец домашний, разыгранный, находящийся в отличной форме. Если уж с ним, да, как-то 7-6-6-2 сумел сделать Зверев и там пробил условно минус 4-5. Давайте посмотрим, кстати, какие вообще форы. Наверное, та же минус 4-5, да, те же. Да, 1-13. Ну, неиграбельный, на мой взгляд, коэффициент на Зверева. Но и при этом не могу сказать, что прям плюс 5 на Борхеса это идеальный вариант. Наверное, этот вариант лучше, чем что-то другое. Но, в целом, и повторюсь, логика такая, что если из Дарадери пробил минус 4-5, хотя пробил в последний момент, да, брыкнул в последнем гейме матча. Короче, на мой взгляд, здесь плюс 4, минус 4, 6-4-6-4, там что-нибудь 6-7-6-6-3, 7-6-6-2. Вообще вот такой матч. А угадывать я не хочу, в ту или иную сторону фора зайдет. Фриц Димитров, ну, по исходу, естественно, я жду Зверева в четвертьфинале. Фриц Димитров, тоже очередной лобовой матч. Матч двух негрунтовых теннисистов, но которые умеют здесь играть, ну, когда находятся в хорошей форме, то, в принципе, могут отлично играть и на грунте, что происходит с ними. И в этом году Фриц был в полуфинале Мадрида, вот здесь продолжает побеждать, отлично держит подачу, обыграл Фонини и Корду. Оба раза, кстати, со счетом 6-3-6-4. Димитров тяжеловато идет по турниру, победы более натужные, что против Нишоки, 7-5-6-4, что против Атмана, 7-6-6-3. У них есть грунтовые лички, и эти грунтовые лички прям очень-очень верховые, с тайбрейками обязательно. Но я, если честно, по исходу склоняюсь в сторону Фрица, но его неистово грузят, и за 1-6 брать его, конечно, не хочется, минусовую фору тоже. Поэтому мой выбор, наверное, все-таки Total больше. Посмотрите, да, у них 7-6-7-6 Мадрид и прошлогодняя Женева 3-6-7-5-7-6. 1-1 в плане грунтовых личек. По Total, ну, кто-то, Total, да, тоже тут большие, 22-5-23. Давайте мой выбор будет все-таки победа Фрица, и так, я бы, в основном, говорил про Total, и, да, где-то, например, в матче Жан Монтеер. Давайте мой выбор Фриц, но, к сожалению, поиск ушел, в плане за 1-6 брать не очень хочется, да. Ну, давайте представим, что я этот прогноз давал по свежей линии, и по свежей линии я бы, конечно, клонялся в пользу Тейлора. Циципас Деминор. Вот этот матч лично для меня более очевидный. Я брал ставку на этот матч, взял минусовую фору на Циципаса, фору минус 3. Объясню, почему. Лички 12-2, ну, во-первых, не 12-2, а, наверное, 12-1. Где-то выставка затесалась, да, пожалуй. А, ну, не выставка, а квалификация Челленджера. Квалификации Челленджера, насколько я знаю, по-моему, не должны учитываться в официальных личках. Ну, не суть. В общем, как вы видите, Деминор там в 17-м году на Травея в первом раунде квалификации на Челленджере обыграл Циципаса. В общем, если убрать эту победу, ну, или если не убирать эту победу, неважно, да, то счет 12-2 в личках. И, собственно, с того момента Деминор проиграл, там, 10-10 матчей подряд, да, 11 даже матчей подряд. Циципасу, правда, обыграл его в финале турнира, в четвертьфинале турнира Вакапулько, ну, и то проиграв первый сет 1-6. На тот момент, когда они встречались в Вакапулько, форма была в пользу Деминора, причем ярко выраженная, да, такое преимущество было по форме у Алекса. Сейчас, мне кажется, ситуация иная, это во-первых. А во-вторых, в принципе, на грунте, мне кажется, у Циципаса серьезное преимущество, и это доказывают лички. 6-4-6-2 Барселона, 7-5-6-3 Барселона, ну, и не знаю, имеет ли смысл учитывать Стамбул, но 6-4-6-2. В итоге мы видим три лички грунтовые, и все двухсетовые, все в пользу Стефанаса, и только в одном матче был счет 7-5. Плюс, ну, то, как играет Деминор на грунте в этом сезоне, честно говоря, абсолютно не впечатляет. Он успел проиграть Фису, он успел проиграть Надалю, он мучился с Ажелиасимом, больше трех часов они играли. У Циципаса все попроще. Да, в Мадриде проиграл Монтеро, здесь вопросов нет, но в целом в Мадриде не страшно проиграть, условия более быстрые, и, соответственно, в Риме Стефанасу против Деминора должно быть попроще. Кто-то, может быть, скажет, что валует там 3-38 на Алекса, но, честно говоря, учитывая лички и учитывая медленный римский грунт, я здесь целиком и полностью за Стефанаса, мой выбор минус 3. Джарри Мюллер. Ну, Джарри персонаж в двух матчах на этом турнире, против которого я ставил, ставил на победу Арнальди, про тот матч рассказывал во втором сете, 7 сетболов не реализовал Матео. Затем произошел матч против Наполитана, не менее интересный. Стоит сказать, что Джарри, кстати, неплохо играет на этой неделе, явно играет лучше, чем до этого, когда он проиграл 4 матча подряд. Но, в целом, стоит сказать, что, конечно, везение, очень-очень большое везение преследует Джарри. Можно сказать, что везет тому, кто везет, безусловно, но, по факту, отскакивает Николас просто нещадно, да, что в первом матче, что во втором. Во втором матче он, с одной стороны, вел 6-2-1-0 с брейком, с другой стороны, Наполитана переломил ход поединка. Вообще, этот матч был по многим параметрам абсолютно удивительным. Только спустя 1 час и 28 минут Наполитана заработал первый винерс, и то для этого ему пришлось выйти к сетке и укоротить. Джарри даже не побежал за мячом. Вообще, не знаю, возможно ли выиграть сет. Ну, возможно, как показывает практика, да, не сделав ни одного винерса. В общем, Наполитана сделал первый винерс против Джарри спустя полтора часа игры. Затем Джарри повел с брейком в третьем сете, и был счет 0-40 на его подаче. Он начал подавать первую, просто все три раза он подал первым мячом. При том, что в целом по матче у него процент был 50, где-то там 50 с плюсом, ну, меньше 60%. В общем, сильно везло Джарри, и в других моментах он и линии прочищал, и при счете 15-30, когда он ввел 4-3, вторая подача его попала в самую-самую линию и не смог нормально ее принять Наполитана. В общем, весь третий сет был связан вот с такими вот моментами, когда Джарри, ну, невероятно просто везло. Был потом еще при счете по 30 после этой второй подачи неткорд, вернее, господи, касание сетки. Когда мяч был в розыгрыше, да, Джарри бил справа, и касание сетки было такое, что мяч просто упал на сторону Наполитана. Все зрители были в шоке. Ну, в общем, Джарри действительно очень сильно везет. Мюллер обыграл Рублева, кстати, тоже не без везения, в том смысле, что Рублев, ну, был откровенно просто никакой, что после матча с Хероном, что, в принципе, после титула в Мадриде, да. Поэтому здесь тоже, здесь тоже, конечно, повезло немного Мюллеру, но стоит сказать, что еще до этого матча я говорил, что он действительно находится в отличной форме и неплохо держит свою подачу. Мне кажется, здесь будет борьба. Джарри фаворит, да, пожалуй, по делу разница в подаче существенная. Я, Джарри хорошо играет на этом турнире, я думаю, он дальше пройдет, но вполне возможно, что борьба будет. 7-5-6-4 у них 22-й год личка. Если Total 22, да, Total 22 больше, 11-74, мой выбор Total больше 22 с проходом Николаса Джарри. Давайте будем объективны, все-таки за счет подачи, я думаю, этот матч должен забрать. Хуберт Хуркач, Себастьян Байес, кстати говоря, а что тут у нас по коэффициентам? Я даже не видел коэффициенты на этот матч. Наверное, какие-нибудь 1-5, ну да, 1-47. Так. 1-5, вот это, наверное, пинакл, почему-то перестали его отображать здесь на Теннис Эксплорер. Да, Хуркач обыграл Эчевери с двумя брейками опять во втором сете, несмотря на тайбрейки первой партии. Ну, а Байес одержал волевую победу против Хольгера Руны. Там, судя по всему, судя по комментариям, Руны просто сливал концовку третьего сета. И это, конечно, печально, учитывая, что он прошлогодний финалист. Вообще, Хольгер потихонечку сейчас выпадет еще из топ-15. Падение продолжается. Вы знаете, учитывая разницу в подаче и, в принципе, пиковую, судя по всему, форму Хуркача на грунте. Да, он обыграл на далее, обыграл Эчевери. Я здесь склоняюсь все-таки в пользу поляка. В пользу поляка. Байес, да, обыграл Руны, но, повторюсь, честно говоря, тот матч не смотрел. Но вот комментарии, которые я читал, я имею в виду комментарии людей в Твиттере, да, многие писали, что Руны, откровенно говоря, не играл уже в третьем сете. И в этом плане, конечно, Байесу, видимо, немного повезло. Потому что до этого он обыграл в двух тайбрейках Лоевича, до этого проиграл Фрица. В общем, каких-то результатов у него грандиозных не было. Поэтому, опять-таки, учитывая разницу в подаче, я все-таки здесь склоняюсь в пользу победы Хуркача. И жаль, кстати, что какие-нибудь минус 2 не возьмешь. Придется брать минус 2,5 или даже минус 3. В общем, честно говоря, минус 2,5 нет. А вот условно чистая победа Хуркача, да, хотя 1,5. В общем, короче, как вы понимаете, для меня скип этот матч. Но, в целом, вероятнее увидеть победу поляка. Пол Медведев, завершающий матч. Но здесь можно поподробнее, потому что Медведева я смотрел оба матча. И, честно говоря, теннис невразумительный, показывает Даня. Будем надеяться, что, по крайней мере, пока. В поединке против Медведевича можно сказать точно, что Даня отскочил. Даже несмотря на счет 7-5, да, и на то, что не было матчболов у Медведевича. И Даня там вел с брейком в первой партии. О, простите, в начале третьей партии. Но, по факту, по факту игровой инициативой владел Меджедович. Вы, наверное, скажете, что, в принципе, для Дани не так важно, да, владеть инициативой. Тем более на грунте. Это, в принципе, не совсем его теннис. Но, опять-таки, Хамад был интереснее, на мой взгляд. Если бы не какое-то колоссальное количество ошибок. А я думаю, что его уровень позволяет не допускать такое количество ошибок даже против Медведева. То, скорее всего, именно Сер бы одержал победу. Здесь, опять-таки, я не хочу, да, вот это если бы до кабы использовать. Медведев невероятно опытный игрок. И он ни одну вот такую победу в своей карьере одержал, да. Но, по факту, опять-таки, теннис Медведева оставляет желать лучшего. Очень пассивен. У Меджедовича было там в три раза больше винерсов. И примерно во столько же раз больше ошибок. 66, по-моему, в итоге у него было ошибок. И что-то в районе 48 винерсов. У Дани там где-то 15-18 винерсов. И тоже что-то 30-30 что-то там ошибок. При этом 10 двойных. В общем-то, я, честно говоря, Медведев абсолютно не понравился. И после того, как он проиграл сет 2-6, мне уже казалось, что потихонечку собирается на выход. В особенности после того, как он отдал свою подачу, введя с брейком в третьей партии. Меджедович сравнил счет 4-4, сделал счет. Кстати говоря, тогда 4-4. И, по-моему, 0-30 был счет на подачу Медведева. Очень важный гейм он тогда выиграл. В общем, с Полом они рубились совсем недавно в Индиануэллс. Тогда первый сет выиграл Томми 6-1. Коэффициенты там что-то 1-5, 1-48 на Даню. Ну, честно говоря, учитывая, как повторится он играл вчера и в первом матче против Дрейпера, коэффициент низковат. С другой стороны 1-8. И это тот момент, когда Даня уже чувствует, да, запах, возможный запах титула, ну, или, по крайней мере, возможный запах решающих матчей. Пол-то в целом тоже особо не впечатляет. Меня удивила его победа... Блин, зачем я все нажал? Меня удивила его легкая победа над... Господи, над Кёпфером, да, 64-63. Над Карациевым, безусловно, нет. А вот над Кёпфером, да, Кёпфер очень неплохо шел по турниру. И в целом парень такой боевой, да, просто так матчи не отдает. Ну, окей, да, обыграл Кёпфера и Карациева. В целом по сезону идет неплохо по цифрам, но в целом каких-то прямо вот кроме Индиануэлса что-то выделить сложно. Титул в Деларей Бич и в Далласе. Вернее, финал в Деларей Бич и Далласе. Но это американские турниры, локальные, где, в принципе, он не обыгрывал каких-то гениальных игроков. Поэтому, повторюсь, если Даня немного хотя бы поднимет свой уровень игры, то я думаю, что пол он зачехлит. Ну, давайте так, если 3-0 личики, 1-0, ага. Если что-то выбирать в этом матче, то, наверное, все-таки... Ну, давайте попробуем, не знаю, либо плюс 3-5 пол, либо плюс 4. Все-таки фора большая. Ну, исходя из того, как играет Медведев на этом турнире, в первых двух матчах он играл, ну, ниже 1-6, я не понимаю, почему здесь коэффициент. Ну, из-за личик, наверное, окей. Ну, в целом, просто не понимаю. Пол, по идее, не слабее Меджидовича и не слабее Дрейпера. На грунте-то европейском, соответственно. Меджидович, кстати, может быть слабее, но просто опыта побольше. В общем, короче, что уж там далеко ходить. Минус 4 ни разу не пробил пока что на этом турнире Даня. Ну, и в итоге мой выбор плюс 4 на Кепфера. Один, господи, на пол, 1-63. Все, ребят, вот такое получилось превью. Извиняюсь, что немного затянул. Постарался с наименьшим количеством воды давать в итоге какой-то прогноз на каждый матч. Увидимся с вами послезавтра. Всем спасибо и счастливо.